Всем привет! Я Ася Азизова, тренер по колористике школы Диметриус. В этом видео я покажу окрашивание омбре в открытой технике. Многим девушкам очень нравится эффект выгоревших волос. Женскому образу это придает свежесть, а стрижке придает объем. А самое главное, отрастание очень мягкое и плавное, без резких контрастных переходов. Мою модель зовут Марина. И прежде чем приступить к работе, я провела консультацию. Узнала, что волосы натуральные, никогда не красились. И сейчас Марине хочется придать немного волосам плиток и объема. Волосы у нас слегка пористые, мы видим, что слоистые. Но при этом качество волос вполне позволяет поработать обесцвечивающим порошком. Итак, я приступаю к работе. Сейчас я упакую модель, упакую себя, чтобы нигде не запачкать. Подготовлю свое рабочее место и начнем. Я использую обычный порошок 7+, но пропорции смешивания будут не классическими 1 к 2, а 1 к 1,5. Я это делаю для того, чтобы нанесение было более удобным, а консистенция была более плотная. Тщательно перемешиваем порошок с окислителем. Обратите внимание, мое рабочее место, ничего лишнего. Расческа хвостик, фольга для того, чтобы перекладывать пряди. И мы используем еще полотенце. Наносить состав буду руками вместо инструментов. Начинаю с затылочного пробора. Выделяю первую прядь. Толщина пряди у меня будет 2-3 см. Вот таким вот образом. По диагонали. Верхнюю часть я изолирую, для того, чтобы она мне не мешала. И приступаю. Прочесала прядь. Оттянула ее вверх. Наношу состав пальцами на прядь. Очень важно, чтобы вы распределили продукт одинаково, как наверху, так и близко-близко к корням. Если вы нанесете здесь продукта много, а в прикорневой зоне меньше, то здесь фоносветление будет гораздо выше. А тут вы не получите желаемого фоносветления. Растушевку выполняю максимально близко к корням. Распределила состав с одной стороны. Меня все устраивает. То же самое теперь проделываю с противоположной стороны. А тут, чтобы не напрягать и не поднимать локти, я могу проработать тыльной стороной ладони. В процессе растушевки образуются вот такие вот слои, которые у нас выходят из общей пряди. Не нужно их заглаживать. Оставьте их вот таким же образом, не обращая на них никакого внимания. Меня полностью устраивает мой рисунок, который я создала. Теперь топлю концы в составе. И отпускаю прядь. Фольгу я подкладываю под прядь. Вот таким вот образом ее бросаю. И нигде не прижимаю, для того, чтобы остался переход, красивый рисунок. Отпускаю прядь на фольгу и нигде не пережимаю, для того, чтобы сохранить рисунок. Если необходимо доработать концы, можно донанести в состав. Но делать это нужно тоже крайне аккуратно. Перекладываю второй фольгой. Вместо фольги также можно использовать и термобумагу. Выделяю следующую прядь толщиной также 2 или 3 сантиметра. И таким образом я продвигаюсь параллельными диагональными проборами к своей подкове. Оттяжка пряди вверх дает плавность перехода и красивое отрастание, без четких линий. Все, посмотрела, рисунок меня устраивает. И я тоже самое проделаю с противоположной стороны. Хочу отметить, что это очень быстрая техника. Сейчас на часах, без пяти, час. Посмотрим, во сколько я закончу наносить состав. Рисунок на волосах вы создаете сами. Где-то вы можете отпустить максимально близко к корням, а где-то совсем оставить темную зону. В общей массе это даст вам как раз красивые переходы. Начиная с третьей пряди, я больше не буду доходить максимально близко к корню, а с каждой последующей наоборот буду отступать по 2-4 сантиметра. Соответственно, последнюю прядь я растушую только до середины. Очень важно помнить о том, что ваша ладонь – это ваш инструмент, поэтому он всегда должен быть чистым. Не забывайте вытирать руки, прежде чем начинайте растушевывать состав. У лица я хочу выполнить контуринг, поэтому прежде чем приступить к растушевке височных зон, я сразу выделяю проборами по анатомической краевой виски и теменную зону. Вот так вот изолирую ее зажимом. На висках я выделяю горизонтальные пряди, а также оттяжка вверх. Когда я распределяю состав по волосам, обратите внимание, я не пытаюсь утопить состав в пряди, а рука скользит просто по поверхности. Тем самым мы создаем рисунок с одной стороны, с другой стороны, а вот эта вся часть внутри останется у нас темной. Состав порошка должен быть всегда свежим, поэтому не разводите большое количество, максимум 30 грамм. После того, как закончится ваш состав, разведите в свежий и идите на повышение окислителя. Я перехожу на теменную зону, также изолировала прядь для контуринга, и здесь я покажу, как можно еще выполнить разделение. Можно взять просто ровным пробором, либо сделать крупным зигзагом. Толщина пряди также остается 2-3 сантиметра. Оттяжка вверх, и здесь состав наносим максимально близко к корню. Часто спрашивают, чем отличается закрытая техника от открытой техники. Первое и самое главное, это, конечно, то, что фоносветление. Все прекрасно понимаем, что в открытой технике добиться высокого фоносветления практически невозможно. Максимум 2 тона. А в закрытой технике мы можем добиться 10-го, чистого фоносветления. Ну и уже там, соответственно, многие требуют более пепельные оттенки. А открытые техники – это мягкие переходы, легкие блики. Опять же, вспомним о том, что я вначале сказала, это эффект выгоревших волос. Соответственно, это более теплые тона. Очень хорошо применять открытую технику на длинных волосах, где невозможно выполнить начес или же проработать мелированием или аиртач. Соответственно, открытая техника вам в помощь. Также зигзагообразным пробором я выделяю следующую прядь. С момента работы прошло 50 минут. А я уже практически на финишной прямой. Понятно, что пока у нас ведутся съемки, это все дольше. В принципе, время нанесения максимум 35 минут. Я закончила выполнять растушевку. Перехожу к контурингу. Начинаю с височной зоны. Для этого я размешала отдельно порошок с окислителем с полуторапроцентным, так как у нас будут очень тонкие вуальки, чтобы не повредить волосы. Пропорция смешивания 1 к 2 классическая. Первая прядь – очень тонкая вуаль. Для удобства можно использовать планшет. Я закончила нанесение. С момента начала у нас прошло ровно часа 15 минут. И это с учетом того, что я старалась медленно это все проделать, продемонстрировать вам и рассказать мелкие нюансы. Представляете, как это все делается быстрее, в два раза быстрее, когда вы просто у себя в салоне работаете. Для ускорения процесса обесцвичивания можно нашу модель посадить под климазон либо прядь и прогреть феном. Обязательно следим за качеством волос, ну и, соответственно, за фоном осветления. Продолжение следует... Я смыла состав с волос, помыла глубокой очисткой шампунем и выполнила уход Киролекс. Три шага. Далее я приступаю к тонированию. Тонировать я буду на влажные волосы. Краситель я выбрала из серии Константы Лай Безымячный 9004. Это бежевый оттенок, более прозрачный. А так как мы делаем эффект выгоревших волос, соответственно, тонирование тоже будет в более натуральных оттенках. Попрядно разделяю проборы. Начинаю с затылочного блока. И вот такими вот широкими прядями начинаю наносить состав на волосы. Посмотрите, как здорово смотрится переход на влажных волосах. И это еще без тонирования. Где-то у нас получились лучшие чуть повыше, где-то пониже. Что даст нам плавность перехода, ну и, соответственно, красивое отрастание. Распределяю состав кисточкой, а потом тщательно прорабатываю руками. Обратите внимание, что вот он, затылочный блок, у нас остается более темным треугольником. Это как раз рассчитано для того, чтобы при полном распускании волос и при игре был красивый рельефный переход, видим. Перехожу на височные блоки. Контуринг я нанесу на тонирование в самую последнюю очередь, поэтому пока я его изолирую. Очень здорово. Мне уже нравится. Прикорневую зону я не затрагиваю. Я наношу состав только там, где начинаются уже обесцвеченные прядки. Волосы после Киралекса очень послушные и даже не требуют предварительного прочесывания. Посмотрите, как в руке хорошо распределяется прядь. Я нанесла краситель. 10 минут вполне достаточно для формирования цвета. Я приступаю к сушке и укладке. Прежде чем начать сушить феном, я обязательно нанесу на волосы какой-нибудь двухфазный спрей либо молочко. И обязательно порекомендую уход в домашние условия своей модели. Я просушила первый затылочный блок. Посмотрите внимательно. Нет ни стыков, ни жестких переходов. Все плавно. А при эмилировании и при аиртач, когда выполняются техники, мы все-таки видим вот такие вот пенечки. Вот это и есть тот самый кайф. Отрастать такое окрашивание будет совершенно спокойно. И Марине не придется обращаться к мастеру через 2-3 месяца за повторным окрашиванием. Единственное, зачем она может прийти к вам в салон, это попросить протонировать еще раз. Носить такое окрашивание можно от полугода и до бесконечности, пока не захочется повторить снова. А повторить захочется снова, я вас уверяю. И у лица легкое рассветление. Волосы действительно выглядят так, как будто бы выгорели на солнце. Нету сильного контраста. Марина спокойно сможет собирать волосы в хвост или носить распущенными. Ну и какие солнечные блики без легких морских волн. Посмотрите, какое классное окрашивание у меня получилось. Я уверена, тебе понравилось мое видео. Задавай вопросы, ставь лайки, пиши комментарии. А для того, чтобы узнать гораздо больше, записывайся на современные техники окрашивания в школу Диметриус. Субтитры сделал DimaTorzok